Лиз, тебе не слишком тяжело нести столько вещей, скажи, пожалуйста. Я справлюсь. Чем меньше вещей придётся нести вам и господина Токи, тем больше у меня самых шансов на выживание. Поэтому, позвольте помочь. Я хочу уважить волю Лиз. Хорошо. Ты уже полноправный член нашей бригады. Если устанешь, смело говори. Хорошо. Следи за окрестностями, Пигимар. Пигимар! Набрать воду и добыть пропитание тут как-нибудь получится. Главная проблема всё же... Действуем по плану. Ну, подходи. Прямо как монстры ящера в развалинах отвергнутых. Отличие в голове похоже на водоросли. В водоросли головы ящера? Паралич! Паралич! Условие выполнено. Сон. Хоть и неизвестно, работает ли на всех монстрах этой земли, но яд, паралич и сон свои эффекты накладывают. Уступают. Хоть внешне они и похожи, но по силе они явно уступают монстрам, с которыми я сражался в развалинах отвергнутых. По крайней мере, очевидно, что не все здешние монстры безумно сильные. Это для нас пока не противник. Господин Тока, что это ты делаешь? Кажется, я где-то видел его изображение в этой книге. Вот, наверное. Да, точно. Эти части похожи на водоросли. Пригодятся для запретного предмета. Такого, как изменяющий голос камень в маске повелителя мух? Да. Если интересно, оставь книгу у себя. А можно? Тебе вполне можно. Большое спасибо. Особому обращению любое рад. И это не была ложь. Если неаккуратно выбирать слова, то Сэрес меня раскусит. Итак, начинаем покорение земли золотых демонов. Сэрес меня расписывайтесь на наш канал. 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 А не ты? Озвучено специально для сайта Animoost.org. Сайт заблокирован на территории рифа доступен только через VPN. Спасибо. Теперь ты, лис. Хорошо, господин Тока. Некоторые камни очень скользкие, так что будь осторожна. Хорошо. Тока, не стоило мне перенести её на себе. Она сама хочет попытаться. Инициативу надо уважать. Но что, если она всё-таки подскользнётся? Не волнуйся. Я сама понимаю. Я не могу вечно полагаться на тебя, сестрёнка. Спасибо, Пигимару. Ты заранее подготовил план спасения? Знаешь, я тоже хочу по возможности поддержать Лиз, когда она желает сделать что-то сама. Потому что её обстоятельства похожи на мои в детстве. Тока, выходит, ты? Ну, этим я лишь стешу себя самого. Что-то не так? Ничего. Правда, будь на стороже, когда в подобной ситуации слышишь такой ответ. Как правило, это значит, что разговор был не для твоих ушей. Сестрёнка, это правда? Ну, из-за того, что я не смогла перейти реку. Нет. Мы говорили вовсе не об этом. О смешанном потомстве людей и эльфов редко услышишь. А о детях человека и высшего эльфа вообще ничего не известно. Вот мы и обсуждали. Какой бы ребёнок родился у Токи Сэрос, реши, а не завести семью. Госпожа Сэрос! Тебе не нужно обсохнуть? Нет. Прошу прощения. Просто я отвлеклась и проявила неосторожность. Какая постыдная ошибка. Даже ты бываешь невнимательна. Не пойму. То ли зверолюдка сообразительна, то ли недогадлива. Вот, накинь, а то ещё простудишься. А? Что ты? Не надо. Возьми. Тогда спасибо за заботу, Тока. Я тщательно постирал. А, нет. Всё хорошо. Или против моего запаха не возражаешь? Вроде того. Ясно. Я вообще-то пошутить пытался. Я ведь просто пошутить пыталась. Что такое? Назад, Лиз. Нашли, Тока. Лиз, иди сюда. Знакомые монстры? Да. Прости, но мне их не победить. Понятно. Это из-за них тебе с Лиз пришлось бежать из земли золотых демонов? Тока, приказывай. На этот раз отойти. Поняла. Время не подготовиться ли я, не сбеги, Мару, нет. Ясно. Так это вы. Те, кто оказался не по плечу сильнейшему гладиатору. Добро пожаловать в мою зону поражения. Паралич! Но тот бой был честным. Увидели некогда упущенную добычу, с восторгом бросились к ней. И не заметили, как сами оказались в роли жертв. Берсерк. 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 Простите, но я разделаюсь с вами быстро. Получим новый уровень. Наконец-то новый уровень. Кстати, Тока, прямо перед боем ты заговорил так, будто уже где-то встречал этих монстров. Скорее всего, это Назароте. Как я и думал. Тока. Ты же не собираешься пустить его на еду. Вовсе нет, Ева. В запретном гримуаре, который мне одолжили, упоминался ингредиент для усиления слизи. То есть господина Пигемару. Я не ошибаюсь? Нет. Вот оно что. Получается, Пигемару придется поглотить эти омерзительные пузыри? Не волнуйся. В готовом снадобье уже ничего не будет заметно. Наверное. Господин Тока. Что это? Ева, что-то чувствуешь? Нет, не пойму. Точно есть аура монстра, но как-то слишком внезапно. Сэрос? Духи тоже не отвечают. Но кто-то точно есть. И совсем рядом. Жажды крови и враждебности нет. Откуда же? Не пойму. У меня? Господин Тока, это же... Да. Неужели вылупляется? Папи! Лошадь? Слушай, Ева, мне показалось, сразу после выступления она стала резко больше. Да, я тоже это заметила. Это вид монстра? Мне знакомы несколько лошадеподобных монстров, но такой нет. Даже ты не знаешь. Господин Тока. Спокойно. Она не источает враждебность. Лошадка. Лошадка. Что это? Прошу прощения. Вот тут есть орган для поглощения маны. Такой встречается у мага-зверей и магических существ. Понятно. Все, кроме Пигемару, можете отойти от меня. И Ева, следи за округой. Наверное, она стала больше, потому что впитала витающую воздухе ману. Значит... Пакю! Не нравится? Пакю! Надо же. Вот это лошадка. Понятно. По действиям поглощенной маны она способна менять свой облик. Необходимы для превращения объема маны тысяча. В самый раз для перевозки вещей. Постой. Неужели ты... Предлагаешь добавить еще маны? Хорошо. Начинаю. Девять тысяч пятьсот. Девять тысяч шестьсот. Девять тысяч семьсот. Десять тысяч. Похоже, у нас появился занятный друг. Наверное, считаешь меня своим отцом? Друг, а какое дадим имя? Ну-ка, волшебная лошадь. Восемь ног? Слэй. Божественный зверь Слейпнер. Конь верховного бога Одина. Как тебе, Слей? Похоже, ей понравилось. Рады принять тебя в нашу команду, госпожа Слей? Госпожа Слей, пожалуйста, только не там. Похоже, ты ей понравилась. Кстати, а в прежний облик ты вернуться можешь? Ясно. Это радует. Хватит радоваться. Остановите её, пожалуйста. Прости. Это всё из-за нашего бессилия. Нет, у вас хорошо получается. Так, так. Всё замечательно понабрали уровней. Всё благодаря тебе, Асаги. Команда Асаги превосходна. Действуем вместе, монстров не сразу добиваем. Что в конце концов, подружески разделить очки опыта. Поэтому даже наша робкая голубушка набрала уровней. Спасибо. Чего это всё на взводе, таку-то? Мне не нравится. Выдают нам сплошную мелезгу, чтобы осыпать очками опыта и ублажить нас. Словно уроки для маленьких детишек. Видать, они меня совсем не за того принимают. Пора бы уже дать этой элите понять, кто такой Кирихара. В этот раз гости опаснее. Судя по всему. Скорее всего, героям пока с ними не справиться. Так, ну. Герои, можете отойти чуть назад. Саблезубые тигры, займёте оборону вокруг героев. Отойти назад? Что это такое? Фу, мерзость. Жуть. Того, что впереди, я беру на себя. Враг опасный. Поэтому вряд ли будет возможность отдать героям очки опыта. Тогда следующим за ним займусь я. Абис, присоединишься? Ой. Вот это да. Бежать от таких ничтожных монстров. Абис, часть монстров изменила направление. Идут героям за нами. Я ими. Посмели сказать, отойти мне назад? Драконний сокрушитель. Мой уникальный навык уже достиг четвёртого уровня. Пора уже понять, кто перед вами. Будущий король. И сила Кирихары. Кстати, а где Хидзери Ицки? Похоже, там что-то случилось. Наверное, пора уже возвращаться. А то эти парни покончили с собой, едва мы их застигли. Полагаю, это какие-то шпионы, которые отдали жизни служению господину. И какая же страна могла их подослать? Да, в самом деле. Может, они должны были что-то сделать с нашим 10Б? По приказу богини Вишес. Вот как для меня всё это выглядит. Ужин готов. Хорошо. Благодаря Слею идём гораздо быстрее, чем рассчитывали. Да. До предполагаемого местонахождения ведьмы запретов осталось немного. На что ты смотрел? На той стороне была странная вспышка. Высматривал, не монстр ли устроили бойню. На северо-востоке, да? Северо-восток? Точно. Там же Алайон, где обитает чёртова богиня. Ева. Что такое, Сэрос? Господина Токи нигде не видно, и господина Пигимару тоже. Он не из тех, кто мог бы молча уйти отсюда и бросить нас в сердце земли золотых демонов. Ты и сама должна это прекрасно понимать. Конечно. Проснулись? Тока, а этот монстр... Я почувствовал его, пока вы спали. И сразу разобрался. А он из... Человека Ликих? Да. Правда, по моим стандартам, он оказался не таким уж и сложным противником. Я тут изучал, нельзя ли добыть какие-нибудь полезные ингредиенты. Прикончил Человека Ликова в одиночку. Я всё ещё сплю, да? Нет. Таков уж господин Тока. Да. Лишь благодаря ему, наше путешествие вглубь кошмара наяву, землю золотых демонов, осветил луч надежды. Господин Тока обязательно сделает невозможное возможным. Но, прошу, не взваливай всё на себя одного. Преодолеть эту скалу вряд ли получится даже с помощью слэй. Да. Значит, придётся идти в обход, верно? Я нашёл на востоке путь через скалу. Идём сейчас же. Господин Тока, тебе лучше немного отдохнуть. Ветер стал влажным. Нужно пройти как можно дальше, пока не начался дождь. Монстров я тут не чувствую. Их слишком мало. Это как-то связано с близостью ведьмы запретов. Держишься? Да. На земле демонов не страшно? Не скажу, что совсем не страшно. Но я справляюсь. Только не говори глупостей вроде. Я лучше умру здесь вместе с Евой, чем буду снова жить в Монрое. Может быть, я бы и правда так сказала. Но сейчас я не думаю о смерти совсем. Госпожа Сера сказала мне, что... Если вы не погибнете, то мы все доберёмся до цели невредимыми. Видимо, она мне даже чересчур доверяет. Но благодаря её словам я уже почти не боюсь. Пока вы целы и невредимы идёте рядом со мной. А теперь с нами есть Лейка. Элис с Евой. Все целым мне доверяют. Ничего. Я справлюсь. Доверие не окажется пустой иллюзией. Так не придётся делать большой крюк. Пойдём, и даже Лище Ведьмы будет рукой подать. Мы уже зашли так далеко. Да. Лис тоже хорошо держалась. Ага. Даже не знаю, как вас, Серес, отблагодарить. Сестрёнка, и Пи со Слейкой тоже. Верно. И Пигимару со Слейкой я тоже должна от души поблагодарить. Вы нас выручили. Ну? Нам была нужна твоя карта, Ева. Я же сказал, что помог вам не просто из благих намерений. Поэтому мы все квиты. Ты такой добрый, Тока. Ну да. Не важно, что дом будет маленьким. Я просто хотела тихо жить с Лиз на мирной земле. И едва я подумала, что смогу оставить жизнь гладиатора позади, как моя мечта погасла. Но сейчас её снова зажгла надежда. Я думала, что мы вдвоём обустроим какую-нибудь ферму, когда всё будет позади. Эти дни могут быть уже и не так далеко. Да, верно, сестрянка. Ева. Как так? Внезапно и незаметно. Ева, стой! Не человек Лики? Что такое, Тока? Этот монстр ещё дышит? Нет. Он уже испустил дух. Совсем не двигается. Паралич. И правда, мёртв. Ева не ошиблась. Он застал нас врасплох почти нос к носу. Хорошо, что Ева убила его мгновенно. Но... Что за сильное неприятное чувство возникло при его появлении? Всем прочь отсюда! Неужели? Что это такое вообще было? Жестокость, которая веет от орудий быток. Чёрная злоба, растекающая словно клякса. Садизм, подобный густому угольному дёгтю. Ясно. Они приближаются. Что это такое? Бегут сюда со всех направлений. Вот это да. Как же их... Невероятно... Много! Озвучено специально для сайта animevoz.org Сайт заблокирован на территории Рэфа доступен только через VPN. А над релизом работали Баунти и Дашулька. До встречи в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА